Даже там, где властвует холод, есть тот, кто сильнее. Тебойл. Международный бренд с многолетней экспертизой в разработке моторных масел для сурового климата. Где стандарты качества превыше всего. Тебойл Даймонд. Безупречное качество для безупречной работы двигателя даже в самых жестких условиях эксплуатации. Тебойл Даймонд. Масло, закаленное холодом. Покупайте на АЗС Тебойл. Продолжение следует. Продолжение следует. Короче, 15 минут она на холостых простояла. Печка жарит адски. Вентилятор не включается. То есть 95 градусов жидкость не поднимается, температура жидкости. Это значит, что мы с Колей все-таки инженеры нормальные. Продумали систему охлаждения. Вроде нигде ничего не течет. Хоть бы хер. Радиатор горячий, но не кипяток. Сейчас пальцометр беру свой. Могу держать руку. Около 85-80 градусов. В общем, наша идея. Вот здесь я могу сказать вам честно только одно. Идея системы охлаждения того, как будет у нас циркулировать вся вода. Моя реализация Колина, ну очевидно. По трубке переходы, так скажем, пайпы делал Коля. От меня была реализация идеи. Здесь мы заглушили 27-й головкой вот эту штуку. Просто там 27-я головка с заваренной дыркой. Все. И вот тут вот такой шланг в Жигулях я так делал. Только я черенок от лопаты использовал. Думаю, я не один такой. Ставьте лайк и пишите в комментах, кто делал большой круг себе на машину. И черенок от лопаты закрывал малый. Процентов 35-40 энергоемкости Уфы нашей 1.7 уходят в салон сразу. И вот этот радиатор меньше подвержен нагрузкам. То есть у нас вся основная нагрузка и охлаждение двигателя в салоне, как я и предполагал это изначально. А надо мной смеялись в комментариях, что я чмошник и идиот. То, что так не делается. Так делается. Учитывая, что эта машина на земний сезон. Особенно диванные аналитики мне нравятся, которые предлагали сюда сразу засунуть какой-нибудь 1JZ и прочую японскую фигню. Типа такая мощность нужна. Какая такая мощность? Вы издеваетесь, что ли? Если ее Уфа 1.7 разрывает мост, он походу со стремянок хочет слететь мост, когда в повороты входишь. Как тогда может идти речь о какой-то 1-2 там JZ ZTE, GTE, как они называются? Я не знаю всех этих нюансов. Короче, это абсолютный абсурд. Карп опять сломался. Сейчас буду отсечки написать. Короче, карп не работает. Сейчас заслонка перестала работать и на газ он не реагирует. Провалы, то есть по газу у нас. Вентиляторы я подключил через предохранитель. 30-й, помню, я сюда засунул. Вот он. А не, 20-ка. 20 ампер здесь пред. Вот он датчик. Ай, датчик горячий. Но не сработал. Ну, я имею в виду, сдачи 95 не было на этом датчике. Либо 93. Я не помню, когда он должен открываться на карповой классике и на карповых девятках. Также у нас какие-то подтеки бензина на впуск. Ну, это все, блядь, да, у нас... А, пи***ц, у нас плита вода налилась, блядь, с улицы, когда я раздавал. В общем, о чем речь у нас здесь сейчас? О том, что карп все-таки нужен другой, либо переделка. У меня еще один карп лежит. То есть, у нас была договоренность, что можно еще один карп будет попробовать перебрать. Вот еще один. Ай, блядь, он зарж... Он гнилой. Да, был у меня карп еще один. Короче, ладно, речь не об этом. Речь о том, что оно, в принципе, имеет ходовые качества определенные. И оно даже едет. В принципе, на ней уже можно раздавать. Но если мы были бы обычными школьниками, без цели доделать эту машину, мы бы уже ее сейчас утилизировали на парковке. Ну, то есть, ради одного выезда, это, можно сказать, была бы вся делюга. Но хочется на ней хоть чуть-чуть покататься. Поэтому, не, пацаны, я ее сейчас утилизировать не хочу. Ладно, я пошел убираться в тот гараж. А то я собирал все, сделал, ну, проводку там все. Стягивал, изолировал. И так гараж и не убрал. Вот такая грустная история. Пошел убираться. Самая такая тупая, скучная, рутинная работа. Так, ребят, ну что? Я в выгребной яме. Сейчас посмотрим, подходит ли мой ключ. Да. У меня под сливной подходит на коробке. Вот у меня москвичевский ключ. Здесь квадрат идет. Здесь на редукторе квадрат. Опа! Идеально. А сверху заливной? Тут оба, конечно, тоже отлично. Трубу только надо взять. Сейчас посмотрим, что у нас вообще в коробке было. Ну, я тут поездил-то, вы видели, ничего существенного. Сломать я там ничего не мог, этим, таким образом. Пошел, пошел, давай. О! Все. Главное, чтобы заливной открутился. А, заливной у нас здесь. Идет другой, нормально. Ну, походу. Все, сейчас зальем. Судя по звуку, ничего не зальется. А, нет. Бля, была трансмиссионка. Ну, что-то ее очень мало, походу. Что у меня в жиге. Ну, вот у меня в жиге в копейке так и было. Я рассказывал, вот, минут 15 назад. Что я когда слил, у меня там 400 миллилитров, 300 было. На всю коробку. Ой, какой в копейке, в пятерке. Я туда залил этот, над 40. Масло моторное. Она хоть гудеть перестала. Пошел. Давай, давай, давай. Давай. А, я его закручиваю, дебил. Я его, по-моему, закручиваю, придурок. Ой, идиотина. Все, пошел. Сейчас подставлю емкость. Но я не думаю, что здесь тоже какое-то масло есть, если честно. Вот он, ТАЗ-17. Твою мать. Ай, сатана. Этот запах вообще тот самый советской трансмиссионки. Отвратительный. Тухлым дерьмом. Тут больше, чем в коробке масло. С коробки все уже слилось, походу. Как он интересный. Я думаю, с моста больше сольется, чем с коробки. Ну, на таком масле, да, конечно, ездить нежелательно было. Вот во что превратился. Я не знаю, конечно, что тут за масло. Но, наверное, тоже ТАЗ-17. Я не думаю, что кто-то лил туда что-то другое. Смысла лишено просто. Банально, бредово. Вот литрушка где-то, наверное, слилась. Я сейчас замерю. У меня мерник есть здесь. Ну, как у меня. Извините, хуй спорол. У Сереги масло мерник есть. Он замеряет. Он по маслу, короче, спец. Разбирается в этом все. А с коробки все слилось. Смотрите. Ну, сколько тут грамм? Синяя полусинтетика. Это грамм 250-300. Но зато полусинтетика. Пахнет приятно. Пахнет, кстати, моторкой. Нетрансмиссионным. Может быть, кто-то, чтобы она просто не прожавела. Поняли? Налил в коробку обычной моторки. Чтобы она в момент, пока стоит, без движения, пока эта машина собиралась. Я не знаю, я у Альберта не интересовался. Но ничего с ней не переживайте. То, что я на ней похасанил чутка. Она не хрустела. Ничего. А тут еще льется. Вон. Мимо уже. Да, литр, наверное, полтора, скорее всего, здесь тада. Это не литр, больше в редукторе. Ладно, сейчас я за шприцом сгоняю, ребят. Будем заливать. Чего уж делать. В коем-то веке приехал, блин, череп. Сейчас он тут пойдет, смотрите. Вон, жопа четырки стоит. Рассказываю. Добрый вечер. Канал закрылся или что-то. Ребят, я хочу сказать одно. В данное время абсолютно никаких планов. Живу одним днем и не знаю, что будет завтра. И каких-то либо прогнозов по поводу того, что вообще, что будет, я не знаю, к сожалению. Так что берегите себя, будьте здоровы. Может быть, что-то новое и когда-то либо будет. Видишь, масло стоит. Смесь. А ты что, масло сейчас будешь менять, что ли? Ну, я имею в виду заливать. Это коробочное масло. Видишь, oil right. ТАТ-17. Не, а все состыковалось. Конечно, она на ходу, я уже катался на ней. То есть, она как бы, это уже тема испробована. Ну, разумеется, все, собрано. Нормально. Я лезу в яму, блин. А, в грибную яму. Бля, я вас не могу уже седьмой или восьмой раз здесь застать на месте происшествия. Не просто сказать, у меня внутренняя депрессия. Я не знаю, что, короче, говорить делать. Я хочу то, ну, я не буду тебе это говорить. Я много чего хочу, но это у меня не получается. Я просто жить не хочу, но ты живешь в самой прекрасной стране на свете. Одним днем просто на пусту. Плохое настроение в плане творчества и подборе каких-то новых либо идей. Серьезно. Но появляться никто не отменит. Ёбнем. Тихо, а куда ты на меня, блядь, ее катишь на. Ваше здоровье, пацаны. Сейчас масло будет в редукторе, тогда выскоришься. И в коробке. Давай, блядь. Давай, давай, блядь, не кубович. Другой я не стал отсюда заезжать. Смотрю здесь, блядь. Я как хорошо, что этот шприц купил, блядь. Без него сейчас оху... Сейчас я вылезу, да, и докручу, сделаю. Все свеженькое масло, блядь. Есть. Ну что, друзья, все меньше нюансов остается до финала проекта. И всегда приятно видеть результаты своих трудов. Предвкушать первый выезд и получать долгожданные эмоции от вождения. И не важно, хотите ли вы взять себе тачку, которая будет дарить вам эмоции сразу. Например, как Майя Приора. Либо же вы хотите заморочиться и купить себе проект, как мой Москве 402. Все это вы запросто сможете найти на Дроме. Особенно среди 500 тысяч честных объявлений на Дроме с отзывами реальных владельцев. С Дромом точно не лоханешься. Удачи вам в поиске своего любимого авто. Ссылка на Дром будет в закрепленном комментарии. Ну что, друзья, все. Литр в редукторе, литр в коробке масла. Все. Теперь ездить можно. ТАЦ-17. Прекрасное масло. Всем советую. Зимой единственное, могут проблемы с ним возникнуть. У нас слишком густое. И в мороз минус 20 коробка может перестать включаться. В принципе. Ну что, ты готов? Просто заведу и тебе покажу, как машина работает. Как тебе прямоток? Примоток-то нормальный. Хочешь на 4-ку сварить тебе такой? Вбок в двери. Да. Вот такой же у тебя будет один в один. Короче, требуется повторная, ну, настройка карбюратора. Плохо работает, видишь? Холостой плохой. Ну, она троит. Подсос он не реагирует сейчас. Вообще перестал, блядь, реагировать на подсос. Как будто его нет. Вакуум не слетел там? Нет. Вакуум на месте. Хер его знает. Где-то либо воздух сосет, либо опять же клеры, жеклеры. Вся эта, сука, срань. Вчера она нормально работала. Надо мне вот это поклеить. Смотри, гнилицы. О. Отсечку мы еще не поставили, но я заранее поклеил. Надеюсь, отсечкин приедет и еще раз насрет. Мне все-таки сделает, мне чертов карбюратор, потому что уже бесит. Ну, вот видите, вчера он 30,5 часа потратил на его отстройку. Около, ну, трех, ладно, около трех часов. Все равно вот она постояла. И на холодную она вообще отвратительно запускается. Это вы слышали. То есть она троит, пердит, стреляет. Либо не, ну, с зажиганием я не думаю, что какие-то проблемы. Все-таки коммутатор нормальный, отлично. Новый этот трамблер тоже новый. С бушного только катушка стоит электронная вот эта. Типа, ну, она вряд ли может какие-то проблемы, вряд ли какие-то проблемы могут быть из-за катушки. Хотя хер его знает, всякое может быть. Надо замерять на ней, сейчас вот, например, на заведенную, сколько вольт на ней. И опускается ли напряжение, потому что у нас вчера были вопросы о катушке. У нас были вопросы, как будто катушка иногда отключается сама. То есть ты не просишь, иди заведи ее. Я сейчас померяю на катушке. Напряжение 12,8, как было, так и осталось. Ладно, ребят, увидимся позже. Я пока перерыв беру, и так много работы сегодня выполнено. Все, масла поменены в коробке в редукторе. Теперь на ней можно уже будет выехать. Сейчас номера повесить попозже. И газануть, так скажем. Покрутить, попробовать хотя бы на таком коробе покататься на ней. Так, друзья, я мудень, блин, в очередной раз камеру забыл, но решил все-таки поснимать. Как обычно, на своей любимой разборке нахожусь. Прошло 4 года, ничего не меняется. Езжу сюда, как по расписанию. Короче, купил приборку. Сейчас я куда-нибудь встану, там, отъедем к самолетам красиво, чтобы видок был красивый. Короче, купил приборку от пятерки в сборе. И кулису. Смешные цены, блин, там, две сотки за кулису. Ну, за палку, блин. И 800 рублей за щиток. Потому что один спидометр, вот этот пятерочный, стоит в магазине 1600 рублей. Это я, по-моему, в Биби заезжал, я не помню, или авто 49. Что-то тут куда-то я за... 1600 рублей, мать его, за один кругляшок. Нахрен он мне нужен за 1600 рублей. Вот, а палка эта 800, там, 600 стоит в этих магазинах. Тоже я поездил. Охренеть. Да на кое хрену мне надо? Этого говна вон на разборках валяется полно. Никому не надо, никто не покупает. Ну, блин, как можно, блин, сломать кулису? Сами понимаете. Там надо в дрист дикий заходить, вторую подтыкать, чтобы она лопнула пополам. Бля, опорник, сука. Правый стучит, либо рычаг за... Сука. Или амортиза... Не, ну амортизатор не потекший вроде. Сейчас, тормозну здесь. Красиво, блин. Многие спрашивают, где вот эта красота находится, где настоящие самолеты стоят. Это, пацаны, музей ВВС Монина. Музей в таком, в среднем сейчас состоянии. Раньше он был ужасный просто. Вот этот самолет, кстати, снимался. Это тушка или что-то такое. Я не разбираюсь в авиации. Он снимался в этом. Мимино, по-моему, фильм. Именно вот этот рейс. И он стоит здесь сейчас. Можете прикоснуться, так скажем, к искусствам. А в праздники бесплатный вход. Вот. Так, ладно, не об этом. Просто музей, чтобы знали. Монина. ВВС, музей ВВС Монина. Кто с Московской области, можете прикатить. Если у вас жига, можете еще здесь купить запчасти дешевых. Так, вот, короче, 800. Что взял? Тего бы поставить целиком. Давайте сейчас Коля приедет. Мы врежем его в торпеду. Бля, все-таки хочу колхоз. Я хочу врезать в торпеду эту всю херню. У нас как раз сразу датчик температуры. Вот здесь бензин, масло, аккумулятор через лампочку питался бы. Дальше у нас вольтметр. А, вольтметр сломан. Ну, у меня валяются новые две штуки. Я когда на классике своей на копейки менял приборки, у меня этих вольтметров, блядь, жопа и жуй. Крыш, вольтметр у меня новый есть, ладно, это не беда. И спидак. Спидак, да, целенький вроде бы. Кнопочки все, обогревчики, вентиляторы. Все. Тут свет можно, кстати, переделать на ней сразу, на Волге. То есть, фу, Волге. Я уже сам Волгой называю придурок, блядь. На москвиче можно и свет сразу переделать. Кнопки, конечно, сломаны все. Вот такая панелька. Так хочется. Не, надо пилить кнопки. Блядь, вот так попилить, вот так. У меня были бы воспоминания о моем дедушке, который на пятерке ездил. Так, палка за две суточки. Ой, блядь, там внутри кал какой-то. Блядь, твою мать. Ага. Это Вантус, слушайте. Блядь, я Вантус купил. Мне продали Вантус. Ладно, надо купить вставку. Рем-ставка называется, она 50 рублей стоит. Вот сюда, короче, идет вставка пластмассовая, чтобы защелкнулась она на кулисе. Если мы так оставим, она не встанет. Она будет болтаться и вылетать постоянно. Надо рем-ставку купить. Мне там надо пару клемм взять, хомуты. Ну, короче, сейчас я теперь в автомагазин отправляюсь. Все, ребят, ладно, увидимся попозже. За камерой, наверное, не поеду. Так лень сейчас заезжать. Она у меня там еще разряжена. Ее на зарядку забыл кинуть. На стол дома положил и на зарядку не поставил на ночь. Будем на мобилку снимать. В принципе, что, S20 в ширике неплохо снимает. Лучше айфона 11 Pro, который у меня до этого был. Ширик здесь вообще такой царский. Увидимся, пацаны. Так, друзья, я весь в работе. Вывел датчики, даже все подписал. Плюс вольтметр. Это у нас плюс подсветки. Далее у нас провода. Пожалуйста, масло. Контрольная лампа масла. И температура двигателя. Уже работает вольтметр. Все, штатно стоит по заводику. Он уже работает. Работает на него подсветка. И более того, работает зарядка. Все, я сделал генератор. Смотрим. Включаем зажигание. Вот сейчас 12 вольт аккумулятор. Все, зарядка тоже есть. Не буду задыхаться здесь, сидеть. Сейчас прокладываю провода для подсветки приборов. Сейчас прокладываю провода для контрольных ламп. На новом нашем... Где он валяется-то, блин? Где-то он тут валяется. Так, это не то. Это будет вторым стоять. Где-то у нас валяется... Вот он. Спидометр. Как-то так будет. Вот так. Короче, я весь в делах. Все с проводкой. Это все, естественно, я облагорожу. Все это стяну и как-нибудь заизолирую. Ну, не заизолирую, вернее, гофрами соберу. Но вот пока зарядка уже есть. Все. Силовуха проложена. Контрольные завозбуждения проложены на генератор. Все шикарно. Осталось сделать приборы, сделать кронштейн под наш новый спидометр. И на машине можно ездить. Все. Печка есть, спидометр есть, свет есть, поворотники есть, габариты есть, зарядка есть. Печка, ну, я уже говорил, дворники там. Все, короче. Просто шикарно, ребят. Я делаю проводку. И сейчас приедет Коля. Будем с ним мастерить вот эти кронштейны переходные, чтобы наши приборы здесь закрепить. Думаю, через пару-тройку часов, ну, к вечеру, короче, у нас все уже будет готово. И я вам покажу, как это получилось. А я пока вот такой вот червь, проводной червь лазаю и изолирую. Так, ребятки, всем доброго денечка-вечерочка. Настал следующий день. Машина у нас, как вы видите, уже на номерах. Можете, кстати, их проверить. Много фоток интересных с этой машиной есть. Есть ее состояние до реставрации, которую Альберт проделал с ней. Фотки, короче, интересные. Сзади тоже номер уже висит. Это не я его так прикрепил колхозно. Это уже так было. Я просто тот же болт воткнул сюда. И я повесил номера Пенсильвании. Американские так сзади, чтобы висел чисто по приколу. Мне нравится. Но это потом все будет закреплено. Так, для первого пробного выезда. Короче, тачка, все. Она у нас на номерах. Я забрал салон. Сейчас буду показывать, как я развел все датчики и прочее. Все, передний номер, задний номер есть. И вчера мы решили сделать небольшую тестовую поездку. Здесь покататься по кругу, грубо говоря. И машина начала чихать, троить. Она еле заводилась, она еле ехала. Короче, я залил 10 литров чистого бензина свежего. А посмотрите, сколько мы слили с бака. Раз пятишка, два пятишка, три пятишка, еще пятишка. Вот это не обращайте внимания. У меня просто масло в ней было отработанное. Поэтому бензин немного вот такой стал. Вот такого вот цвета бензин. Это какой-то 76-й, либо я не знаю, 80-й. Это не 92-й. Горит он с масляными такими, как солярка, короче, горит. Очень черный дым с него, очень маслянистый бензин. Вот вчера 30 минут сливал бензин. Вот канистры, это так на память, так скажем. Залил вчера 95-й, и машина ожила. Машина прочухалась, все жиклеры все продуло и прочее. И она ожила, действительно, стала хоть как-то ехать. Вот этот бензин теперь у меня трофейный. Буду им печку топить, потому что он херово зажигается. Он будет как розжиг. В принципе, вполне можно реально использовать его как розжиг. Вот такую вот канитель слили. Проблема была еще в бензине. То, что вот Отсечкин приезжал, мы настраивали, и у нас не настраивалась там ни смесь, ничего. Я не знал, что там в баке что-то оставалось. Я залил туда десятку, потому что у нас бензометр не работал. Потом я удивился, почему у нас в баке столько этого. Топлива по показометру имею в виду. Так, сначала под капот перейдем. Покажу вам тут в курс дела в виду, что у нас как. Здесь я подключил датчик температуры. Пожалуйста, возбуждение на генератор. Вот проводок. И датчик масла. Контрольная лампа масла, вернее. Не давление, а контрольная лампа масла. Это Серега пришел, делал. Все, датчики у нас есть. Самые основные температуры работают. Возбуждение генератора работает. И масло работает. Все, вот тут аккуратненько проложил. Вот они эти провода. Это сигнальные у нас. Не думайте, что они такие тонкие. Это просто сигнальные провода. Поэтому им толстыми быть незачем. Они просто показания с датчиков передают в салон на приборы. И пойдемте, покажу вам приборы. Кто-то опять скажет, колхоз, уродство. Но я доволен результатом. Вот, ребята, все. У нас подключен тросик. Пожалуйста. Вот у нас спидометр. Он работает. Он показывает даже скорость правильно. На него есть подсветка. У нас здесь есть... Ну, я даже не знаю, что здесь показать. Это стрелка, циферблат и окантовка хромированная. Ничего не резали. Панели не трогали. Поставили его через переходные вот эти строительные монтажные железки, которые я покупал во Строймаге. Не зря я в прошлой серии накупил столько разных железячек. Все было подрезано. Все было сделано. И теперь у нас спидометр крепко сидит вместе с другими приборами. Можно включить свет. Кнопку перенесли вот сюда, чтобы ничего не наваривать лишнего. Включаем свет. Пожалуйста. У нас есть освещение и спидометра. Амперметр работает. Бензин работает. Масло и вода. Конкретно эти заводские, которые здесь стояли, работать не будут. У них другой принцип работы. И с современными датчиками, москвичевскими, с уфимскими вот этими, они не работают. Поэтому не пишите, почему у меня не горит родное масло, почему у меня вода родная не работает. Для этих целей был установлен второй прибор. Он тоже с подсветкой у нас. Он у нас будет показывать, ну вернее уже показывает температуру двигателя. Контрольная лампа давления масла. Смотрим. Температура сразу, видите, щелкнула стрелка. Она работает и она показывает действительно температуру мотора. То есть мы вчера уже обкатали немножечко его, посмотрели и так далее. Также вот сюда выведен вольтметр. Он у нас тоже с подсветкой, но не особо видно сейчас. Надо ночью ехать, вот вечером видно, что у нас есть подсветка. Вольтметр показывает зарядку и показывает уровень аккумулятора сейчас, на текущий момент. Все. То есть вот отключаем. Все, вольтметр отключился. Вот давление масла погасло. И вот, видите, у нас работает стрелочка температуры. Подсветка всех приборов работает исправным. То есть постарались поставить вот этот шток пятерочный с минимумом колхоза. То есть это все снимается и можно все в любой момент вернуть в сток. Все по стоковым, грубо говоря, отверстиям. Единственное, ну вот этот прибор, он далеко от водителя находится. Он, можно сказать, больше для пассажира. Но тут уже было дело такое. Либо его ставить вот сюда и не уродовать панель. Либо как-то рассверливаться вот здесь, либо рассверливаться вот здесь. То есть, опять же, в угоду вам, таким перфекционистам, в угоду аутентики. Мы не стали резать здесь ничего, ничего уродовать. Коля предложил вообще вот эту херню снять и закрепить прибор сюда. Но я думаю, ладно, уж не будем настолько какое-то уродство делать с тачкой. Не будем ее так насиловать. Все-таки бедная машина. Сколько лет ей, блин. И тут еще дырку ей будут выпиливать. Поэтому приборы все стоят практически по стоку. Да, у нас нет накладки заводской, которая здесь должна быть. Нет ее, потому что она сделана из костной муки, как с Волгой. Помните историю, кто смотрел мой канал пару месяцев назад. Вся эта костная мука, она просто превращается в труху за столько времени. То есть, сколько машине 65 лет, естественно, от этой костной муки ничего не осталось. Соответственно, поэтому у нас нет облицовок пластмассовых по салону. Они, их можно купить, они стоят около 8 тысяч рублей. Люди их на 3D принтере делают, печатают и продают. Но я не вижу никакого смысла. Эта машина по большей части все-таки корч. И как она едет тоже, это корчелыга. Это не машина повседневная. Это не машина для езды регулярной по городу. То есть, это раз в недельку максимум выехал, покатался. Так, свет давайте выключать. Все, свет выключили. В общем, по салону, ну, реально постарались максимально не уродовать заводскую панель. И тут уже сами решайте, насколько это плохо получилось. Не зря мы вчера сделали такой закадровый небольшой тестовый выезд. Мы выяснили, во-первых, что у нас неисправен датчик вентилятора, который должен его включать, который должен замыкать цепь. Вот так покупай новые изделия. Он не работает. Он был новый. Он не работает. У меня есть запасные. У меня еще порядка 3-4 штук валяется. Сейчас пойду за 32-м ключом, буду его перекручивать. То есть, вот такая ерунда. Новый датчик, который не срабатывает. Мы даже довели ее специально до 100 градусов. Уже начал расширительный у нас набухать, кипеть. То есть, пар пошел. И все равно он не сработал. Очевидно, что проблема конкретно в этой залупе. Просто попался брак. Это очень частое явление. У кого тазы, у кого девятки старенькие карбюраторные знают за этот датчик. То есть, не мне рассказывать. Через один просто каловый кусок говна. И ставишь его, а он не работает. Прямо с завода. Что вазовские запчасти, что москвичевские. Это все одинаково. По работе двигателя. На 95-м бензине он стал работать прекрасно. Пропали какие-либо клацания клапанов. Пропала какая-либо детонация. То есть, машина работает, заводится и прогревается. Едет хорошо. В чем еще были проблемы? Врать вам не буду. Тут уже мы с отсечки нам в глаза долбились. И не заметили очень явных подсосов воздуха. Во-первых, у нас вот здесь теперь вкручен болт. С гайкой и с медным колечком. Здесь во впуск просто шел воздух. Поэтому корбы не настраивались. То есть, сколько отсечки нам пытался, корбы не настраивались. Вот. Здесь шел воздух. Мы его заглушили. И вот здесь шел воздух. Вот второй заглушенный пипка. В карбюраторе вот оно. То есть, вот эти два места, они не давали машине разгазовываться и нормально ехать. Потому что у нас был лишний воздух, который здесь подсасывался. Также на плюс на генератор вывел для зарядки автомобиля. Вот. Твердый плюс. Хороший провод. Все, он идет в общую цепь. На салон и на аккумулятор. Вот. Что еще показать? Ну, в принципе, все. Работы под капотом завершены. И также везде хомутики стоят. На расширителе теперь два хомутика. И на подогреве дросселя теперь два хомутика. Ничего никуда не свалит. Сейчас в моих задачах первостепенно поменять датчик температуры. Ну, перед выездом. Я думаю, мы сейчас закончим эту серию сегодняшнюю. Просто АСМР выездом по городу. Я даже там комментировать особо не буду. Просто вы со мной прокатитесь. Как будто мы вместе с вами сели в этот автомобиль. Работали мы над ним две недели. Если кто не понял еще, потому что как-то хаотично выпуски у меня выходят. Две недели заняла его достройка. Я себе какую-то честь здесь хвалу не отдаю ни в коем случае. Потому что основная часть машины была построена предыдущим владельцем Альбертом. Мы лишь как стервятники напали на нее и просто ее дособрали. И довели до ума многие моменты, которые не были продуманы изначально. Все. Поэтому здесь какой-то супер заслуги нашей нет. В том, что мы ее сделали. Так как идея и проект весь на 60% был сделан бывшим владельцем. Вот. Так что меняем сейчас датчик. И еще одна проблема нас постигла. Вот хотел об этом рассказать. Не зря здесь колпачок со ступицы снят. Вот мы вчера 30 минут на ней катались. Закадрово просто проверяли. У нас заклинило переднее правое колесо. У меня... Подсказывает, что здесь либо нет смазки в подшипнике, либо подшипник перетянут. То есть надо сейчас выбить вот этот вот, как он называется, шплинт. Ну не выбить, снять шплинт. И на один оборот назад дать гайку. Потому что прикипело колесо, прям подшипник перестал вращаться. Я сюда уже на юзах заезжал. Он даже видно след по бетону. То есть она же задним приводом тянула, а переднее колесо было заблокировано. И накат у машины пропал через 20 минут езды где-то. То есть это колесо кипело и заблокировалось. Сейчас же, вот самый прикол. Вот я ставлю камеру, ребят. Машина сейчас не на передаче. Давайте я ее толкаю просто, чтобы вам показать. Все прекрасно, видите? Так что здесь у нас налицо не блокировка колодок, о чем я сначала подумал. Мы с Колей первым делом пришли к выводу, что заблокировался суппорт. Но нет, какой суппорт, вернее, барабан вообще? Ну вы поняли, цилиндр заблокировался. Скорее всего, все-таки подшипник. Либо он перетянут, либо там нет смазки. Что ж, все, погнали за ключом, за датчиком. И будем также откручивать вот это хозяйство. Так, сейчас надо быстро сработать, чтобы антифриз не вытек, зараза такая. Вообще нормально ли вонет? Нет, не успел, не успел, не успел. Сейчас подтянем, чтобы все было герметично. Так, сейчас проверю. Напрямую включается вентилятор? Напрямую включается, видите? Мы напрямую вчера подавали на него. 7К какой-то, срабатывание 99-94 градуса. Шляпа. Я говорю, мы до сотки вчера прогрели. Мотор, блин, чуть не убили из-за этого. Ну, проверкой своей. Я их, когда у меня была карбюраторная девятка, менял раз в пару недель. Я не знаю, почему они ломаются. Они тогда стоили 70 рублей. Сейчас 150. То есть разница в два раза. Вот такая инфляция с 2015 года у нас, за 7 лет. Ага, так, вот у меня 22-я, 24-я здесь, значит. Я думаю, если бы тормоза заклинили, они бы не отлипли за ночь. Это невозможно. Все вообще отлично, все в солидоле полностью. Все блестят, как яички котика. Все подшипники. Также главное, чтобы у меня после моих внедрений, блин, колесо не отвалилось на ходу. Но сейчас будем смотреть. И, друзья, сейчас у нас получится проверочка два в одном. Во-первых, будем проверять работоспособность вентилятора нашего. И, во-вторых, посмотрим, насколько колесо будет клинить. Будет ли оно клинить вообще. То есть я сделал где-то на половину оборота я его ослабил, подшипник. Ну, надо переделывать переднюю ось. Здесь, благо, это не Датсун 100А, с которым было много геморроя. Здесь таких проблем не будет. Здесь все взаимозаменяемое. Есть схемы, есть драйвы людей, которые переделывали полностью на дисковые тормоза эту машину. Ну, вернее, 403, но она не особо отличается от 402. Так, контрольная лампа давления масла загорелась. Надо подсосик чуть дать ей. Пыхнем, чухнем. Сейчас насос накачает. Сейчас, еще чуть подсосика. Это проблема насос. Контрольная лампа масла потухла. Все хорошо. Включаем свет. Все, ребята. Пусть греется. Надо открывать ворота. Пусть греется. Тормоза очень плохие, ребят. Вот я отсюда торможу уже. Это просто адовая смесь, конечно. Как он в стоке ездил, я не могу представить. Спидометр работает, видите? Спидометр работает. Температура работает. Амперметр работает. Бензин работает. Все, что нам нужно, все есть. Сейчас печка прогреется. Можно печку включать будет. Ну и кто, ребят, говорил, что она не поедет? Кто там писал гневные комментарии хейтерские? Что наши руки из очка растут. И такая машина не для нас. Бать, ласточка, блядь. Блядь, тормоза! Хавал, блядь. Сейчас бы въебались в хавал. Тормоза притираются. Лучше становится, конечно. Но это ужасно. Это вообще так ездить нельзя. Так, тут дети, не будем шуметь особо. Поползем на полу-нейтралке. Вот так. Ебать! Это было 45 километров в час, ребята. Это 45 километров в час так чувствуется в этой машине. Я не знаю, как вы их чувствуете, конечно. Но это было 45 километров в час. Да, холодно стало, надо печку врубать. Все. Теперь я с вами вообще не смогу разговаривать. Теперь шум от печки вообще все затмевает. Так, тут больница. Потише едем. Люди болеют, блин. Ну ее нахер. О, гаишники, блядь. Самое время, мужики, остановите меня нахуй. Не, я не к вам, ребят. Я не к вам. Поедут за мной, не поедут? Не будем шуметь перед гаишниками. Блядь, тормоза лучше стали работать, пацаны. Лучше, лучше. Лучше прям. Подвеска мягкая-мягкая. Как на Волге 21-й. Один в один. Очень приятная. Амортизаторы, рессоры прям дополняют друг друга. Прекрасно работает подвеска. Давай-давай, набирай-набирай-набирай-набирай. Пошла, родненькая. Это экстрим пиздец. Прям страшно, просто ужасно. Сейчас голова лопнет от этого выхлопа. Ебать, я не могу. У меня сейчас колпак поедет, потечет крыша. Виски давят от этого звука, блядь. Это вам на камере он будет сглаживаться. Камера умеет сглаживать низкие частоты, чтобы они не попадали в микрофон. А я здесь сижу, у меня по вискам вибрирует, блядь, все это. От стрелы прям по вискам. Блядь, лампа перегорела в приборе. Ну, ёб твою мать. Лампочка перегорела в приборе. Я темную поставил, она уже на ладом дышала. Так, люди с детьми, ну нахуй, шуметь не будем. На третий проползем, вот. На третий выхлопа нет, видите? На третий выхлоп никого не мучает. Я вот так вечерами езжу. Вчера мы вот так с Калином ездили. Просто вот так, вот, аккуратно. Чтобы людей не будить, блядь, в 12 ночи. Неуважение, мне кажется. Сейчас-то 6 вечера. Сейчас еще погода, о, погода, время детское. Просто темнеет рано. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Никакой детонации. Я приехал в магазин автозапчастей по месту назначения. Все, ребят, сейчас кое-что куплю, вы сразу поймете, что. Увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо что-то, короче, думать с этим выхлопом. Но на самом деле, либо ставить все-таки, как мне Коля предлагает, электронную заслонку и выводить нормальный выхлоп дополнительно. То есть, как на геликах делают, на бэхах свежих. Ставится электронная заслонка в разрыв. И она регулирует, куда будет идти выхлоп. То есть, в обычную трассу. Либо, когда тебе надо навалить где-нибудь, переключил кнопку, и она у тебя идет, открывает прямоток. Это невыносимо. Очень башка просто невыносимо трещит. Это ужасно, короче, так ездить. Я вспомнил, я вспомнил, почему я с копейки снял банку в конце. Помните, там уже, по-моему, это была 48-я серия по копейке. По-моему, всего 51 серия с копейкой была. 48-я, по-моему, серия я банку снял. Потому что я уже мне невыносимо было. Я на ней час ездил, у меня колпак просто съезжал от этого гула и от этой вибрации. Здесь, благо, вибраций у нас нет, потому что на подушках висит. Но гул страшный. Так, ладно, не об этом. Базары вокзала. Давайте, что я купил? Сейчас загорятся жопы у людей, что я купил, я думаю, все уже поняли. Я купил самую дешевую пятерку, тонировку. И лампочки вот эти, которые в приборах, как они меня задолбали гореть. Вот, лампочек взял сразу на запас себе. Сейчас обновлю во всех приборах лампочки, чтобы они хорошо светились. Куда-нибудь их пока отложу вот сюда. Аккуратненько, не побить главное. Вот у меня уже приспособы валяются. Вот, ножик, чтобы стекло чистить, лезвие, скребки, вода с мылом и пятерка. Сейчас начну с задней полусферы, буду закатывать сначала жопу. В аквариуме я на ней ездить не собираюсь. Вы можете как угодно там рвать пердаки, обвинять меня в колхозничестве. Я не могу тонировано, не тонировано ездить. Сейчас посмотрим, как жопка будет смотреться. Если гармонично, то и передок закатаем, именно стекла. То есть, наверное, лоб не буду, у меня пленки не хватит. Бока пятнахой закатаем, чтобы видно было. Лоб пока не знаю. Нам бы сейчас главное отформовать стекло заднее. Это самое сложное. Оно здесь идет сферическое. И сейчас буду пробовать. Но если с этими, с полосами, ничего страшного. Объясню, почему я это делаю. Не только для приватности, не только для того, чтобы на меня не смотрели. Чтобы, в принципе, ее колхозность в салоне не выдавать, чтобы никто не видел. Машинка интересная. Пока я стоял в магазине, народ начал подходить ее рассматривать. И они видят, что салон у нас как у корчат. А этого не должно быть видно. Машина с виду визуально очень красивая. А когда стекла прозрачные, видно, как она сварена. Видно швы. С коврами я пока не знаю, что делать. Наверное, вот эти ЭВА-ковры в Фикс Прайзе куплю. Которые метр на метр, по-моему, продаются. Просто вырежу ножницами и положу. ЭВА-коврики какие-нибудь. Ну как, типа ЭВА, в кавычках. Вот так. Карты сделаем попозже дверные. Пока не до этого, парни. Тут еще столько с ней работы. Что до дверных карт еще руки не дошли. И вот самое главное, что я купил, чтобы закон Российской Федерации не нарушать. Это рамка номера с подсветкой. Стопак дополнительный, красный. Видите? Вот стопак у нас. И подсветка номера. Или это не стопак? Нет, стопак должен быть. Как у него принцип работы, непонятен мне. Где там лампочки? То есть вот у нас дополнительный стоп-сигнал будет. И подсветка номера. Потому что мы сейчас нарушаем, так скажем, закон. Тем, что ездим без подсветки номера. Прокинем ее, наверное, через крепление бампера. Либо насверлим одну маленькую дырочку. Сейчас этот весь колхоз буду снимать. Разумеется. Естественно. Пенсильвания. Блин, вот так ей хорошо бы, да, смотрелось. Но не хочется резать. Не хочется сверлить дырки. То есть надо как-то его на двухсторонний скотч попробовать. Пенсильвания. Пенсильвания. Ууу, шеет. Я из Америки. Америка – великое стране. Первое стране в мире. Я американец. Это моё машину. Это мой корж-мобайл. Это мой автомобиль. Москвич. Да, да. Я из Пенсильвания. Я из Америки. Америка, да. Моя мазефакер, брат. Так, а вот эту херню как-нибудь вот сюда пристрем. Да, я думаю, нормально она пристрется. Сильно выбиваться не будет. Стопак протянем. И габаритку протянем. Я её не затягивал даже особо. А она умудрилась пришкворчать. Ровно вот так. Идеально будет. Великолепно. Чтобы шайбочке подложить, чтобы он не перекашивался. Ну или вот так оставить. В принципе, вот так тоже норм, да. В целом нормально, я думаю. У этого хозяйства подключить габаритки и подключить тормоза. Всё. И всё будет работать. Прямо в эти клеммочки. All right. Всё. Приспособил я рамку. Подключил стоп-сигнал. Подключил габариты. И на двухсторонний скотч приклеил американский номер. Так как, ещё раз повторюсь, всё-таки машина у нас в стилистике Америки была задумана. И он ей очень идёт. Я не смог всё-таки его не поставить. Так что... И, кстати, кто не шарит, вы имеете полное право вешать какие-нибудь дубайские номера, американские. Главное, чтобы ваш номер был в рамке с освещением и ваш номер стоял по ГОСТу. В моём случае он стоит посередине и освещение к нему подведено. То есть я законов никаких не нарушаю. Могу дальше хоть обвешаться этими номерами разных штатов там. И Калифорния у меня, по-моему, есть. Ну, разные. Вот так это. Вполне себе симпатично. Ну и тонировка. Отвратительно, конечно, поклеил. Блин. Ну, хоть как-то, ребят. Без лба закатал. На передних пятнашки. Тоже она хреново приклеилась. Стёкла. Попытаешься, все в Акалинах. Я тут ещё, у меня ножей не было острых. Я тут так всё чисто на отвали. Грубо говоря, я поклеил. Но это всё равно снять придётся. По-любому полиция остановит. По-любому заставит. Поэтому не жалко, хоть будет. Снаружи не видно, что она уродски поклеена. И нормально. Пятнашка спереди. Пятёрка вот эта китайская сзади. Вот. Хотя бы полусферу закатал. Теперь она такая. На машину из Чикаго. 50-х годов, 60-х похоже. То есть сейчас с пулемётом выходит. В шляпе, в красивой. В котелке, вернее, наверное, правильно говорить. И с Томпсоном. Чисто мафия 1 игра. Ну, и тут у меня плёнка кончилась. А я испортил полотно. Дырочка небольшая. Ну, это, говорю, передок по-любому расклеит. Я не буду там лезть за лупу и как-то пытаться боковать. Если, ну, полиция становится, да, скажет. Я передок расклею. Ничего страшного в этом нет. Вот. Я просто поклеил, чтобы комфортнее было внутри находиться. Я говорю, я без тонера вообще не могу. У меня прям калит эта вся фигня. Всё, пацаны. Номер висит. Два номера висит. Тонер есть. Наклеечки. Отсечкинг и нелиция есть. Дайте габариты вам. Включу. Приколю хотя бы. Вот они, два габарита. И вот он, номерной знак. Подсвечивается. Сами номера новые нужны. Они все жухлые. Я бы без флаг сюда вообще заказал. Так что надо будет заморочиться. Ну, либо обычные дубликаты. Этим номерам конец. Видите, что с ними? Они все кривые, мёртвые. Ну, сколько? 10 лет или 11. Где-то около того. Всё, сейчас буду заводить. И я думаю, мы под финалем ролик. Выездом куда-нибудь в поля. Чтобы я вам хоть внешний вид её показал. И на превьюшку её сфоткал. Дело в том, что я подождал. Вчера не стал доснимать серию. Подождал дня. У нас сейчас день следующий. Вот, видите? Светло, хорошо. И сегодня дождя нет. То есть можно выехать. Если бы я вчера ночью начал доснимать. То мы бы её опять в очередной раз не увидели днём. Сейчас по планам заправиться. Рублей на 300, на 400, пятого подлить. Потому что бензина всё-таки маловато в ней. Я боюсь, что где-нибудь заглохну. Я не знаю её расход. То есть у неё может быть расход как 10 литров, так и 20. Карбюратор совершенно не настроен. И я езжу по наитию, как-то знаете, на глаз. Надо залить ещё бензо. И будем... Проедемся, прокатимся. И будем финалиться. О, в тоннере как дома себя чувствую. Был бы ещё лабаж закатан вообще. Было бы прекрасно. Вот это красота. А есть под Оренбургом фонтанчик с чёрным дельфином. Блядь, иди нахуй, Серёга. Музыки не хватает, ребят. Бля, мужик писает на видео. Я не буду тебя снимать, дед. Всё нормально. Музыки не хватает. Музыки не хватает. Музыка не хватает. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok